добрый день уважаемые коллеги я надеюсь что видно и слышно хорошо ольга евгеньевна да все спикеры на месте я рада приветствовать всех позволить имени ассоциации поблагодарить за то что вы пришли поговорить на очень важную тему и представить наших сегодняшних спикеров это карпова дарья андреевна заместитель директора по экспериментальной работе и дополнительному образованию института директора института коррекционной педагогики ольга евгеньевна грибова в представлениях не нуждается наш мэтр кандидат педагогических наук ведущий научный сотрудник лаборатории образования и комплексной обилитации детей с нарушениями речи института коррекционной педагогики ольга евгеньевна мы надеемся что у вас все будет хорошо с видео я тоже на это сильно надеюсь во всяком случае меня слышно как я вижу это самое главное да вас слышно ну на нашей встрече будет хорошо видна презентация спикеры будут конечно еще эти видны не так крупно так что может быть мы как бы преодолеем эту небольшую техническую трудность наша задача сегодня поговорить о повышении квалификации специалистов в области психолого-педагогической поддержки детей с трудностями в обучении и наверное стоит рассматривать этот разговор летний как такое подведение итогов что мы сделали за год что мы смогли какие были проблемы какие боли и может быть обсудить какие-то трудные моменты которые касаются наших профессиональных компетенций с коллегами в конце будет возможность у всех присутствующих задать вопросы если даже мы вдруг не успеем мы ответим на них чуть позже может быть общаясь на площадках ассоциации в социальных сетях или на площадке института коррекционной педагогики но разговор безусловно состоится общий регламент я бы предложила следующий мы предоставим слово дарья андреевне вот ровно в том порядке в котором на слайде сейчас вы и видите наших докладчиков предоставим слово дарья андреевне потом с докладным выступит ольга евгеньевна и моя очередь будет последний и может быть если вы будете писать вопросы спикер ответить на них в комментарии или мы оставим место для того чтобы чуть-чуть поговорить в конце нашей встречи спасибо большое я предоставляю слово дарья андреевне спасибо большое ольга александровна рада встретиться с вами коллеги и хотелось бы поблагодарить ассоциацию за предоставленную возможность за такую качественно продуманную форму взаимодействия для тех кто не знает и кто может быть к нам присоединился только в рамках курсов организованных институт коррекционной педагогики уже давно и плотно дружат с ассоциацией мы поддерживаем инициативу и проект друг друга и надеюсь находим взаимопонимание во многих вопросах и продуктивно работаем и вот в этом году по инициативе ассоциации были созданы такие вот курсы я попрошу запустить на эту мою презентацию были созданы курсы на которых у всех была возможность продуктивно поучиться позаниматься повыполнять какие-то задания пообщаться с экспертами и крайне важно отметить что для нас как для организаторов этого курса было принципиально важно что это такая вот инициатива которая предоставлялась на безвозмездной основе для участников реализовывалась исключительно силами ассоциации в плане финансов и это конечно уникальный совершенно опыт мы радостно его поддержали курс у нас проходил в апреле месяце он составил 36 часов но принципиально интересным для нас было то что были срезовые некие мониторинги специалисты выполняли задания предложенные экспертами и основные цели которые мы ставили в рамках этого курса совместно с ассоциацией это конечно же рассмотрение основных подходов диагностики нарушения чтения письма у детей ознакомление системой помощи детям с трудностями обучения и актуализация тех знаний либо знакомства с новыми знаниями с новыми направлениями содержание методов работы логопедической и психологической при коррекции нарушения письма что еще важно отметить что программа обучения включала различные подходы и различную логику рассмотрения этого вопроса также очень интересно было то что у специалистов была возможность обучаясь на этих курсах оставить обратную связь и вот мне кажется достаточно приятный показатель того что 72 процента участников курса оценили нас максимально высокой оценкой нашу работу и свою работу курс завершился итоговой аттестации средний балл составил 130 из нить баллов да вообще говорить мы можем с уверенностью говорим говорить о том что курс был крайне эффективен он предусматривал и входное и выходное анкетирование опросы и очень интересная аудитория на этих курсах собралась потому что это все специалисты практики это те кто непосредственно имеет возможность консультирования и работы поэтому все что получалось какие знания получались на этих курсах они могли быть сразу применены в общем можно бесконечно долго хвалить нас и вас что мы такие большие молодцы и мы в общем то все очень продуктивно и хорошо сделали но при этом раз уж мы сегодня говорим про повышение квалификации хотелось бы отметить что институт коррекционной педагогики уже очень долгое время занимается сопровождением специалистов работающих в том числе с обучающимися с трудностями в обучении но для нас более привычно широкое понимание вопроса и мы говорим что это обучающиеся с увз с инвалидностью но понятно что не каждый ребенок у которого есть трудности в обучении имеет тот или иной статус который я сейчас перечислил но говорю я об этом к тому что у института есть большое количество ресурсов которые в информальных формах повышения квалификации могли бы быть актуальны под информальными формами повышения квалификации я имею ввиду условно говоря самообразование самостоятельно изучение каких-либо семинаров работа с материалами может быть какие-то практические подходы и решения на что хочется отдельно обратить внимание я сейчас размещу несколько ссылок первая ссылка это чате это методические рекомендации которые разрабатываются институтом по совершенно различным вопросам если вы практикующие специалисты я уверена что вы почерпнете найдете там для себя большое количество полезной актуальной информации еще один ресурс который может быть крайне полезен для специалистов консультирующих работающих с семьей с различными проблемами и вопросами это наш портал дети каперао чем он может быть полезен там точно также собрано большое количество вебинаров и консультативных записей которые могут быть интересны ну и в целом я просто призываю вас следить за новостями и нашими и ассоциации потому что с точки зрения сопровождения специалистов делается сейчас очень много это связано в том числе с тем что информационное поле достаточно агрессивно но мы абсолютно точно гарантируем что то что предлагаем мы это опробированные методики это подходы которые имеют под собой научное обоснование и проверено гадами если у вас будут какие-то вопросы я попрошу организаторов мне их передать с радостью на них отвечу благодарю вас за внимание спасибо большое к этому курсу я еще вернусь в конце своего доклада небольшого для того чтобы какие-то может быть нюансы которые касаются необычных новых форматов подготовки вот здесь осветить и здесь я только хотела бы добавить что курс до был бесплатный для всех участников а еще важно что все участники курса со всех абсолютно регионов россии да были участниками программы если можно вот буквально два словечка об этой программе о том что это люди действительно оказывающие реально консультативные услуги именно поэтому и возникло такое взаимодействие да что они консультируют родители по вопросам образования что важно да действительно это так мы вообще здесь наверное имеет смысл ольга александровна обратиться к истокам идеи да мы с коллегами в прошлом году встретились на конференции который проводился такая закрытая история это для участников национального проекта кто нацпроект образования под проект федпроект современная школа и там есть такой раздел который называется консультирование психолого-педагогическое консультирование семей или лиц желающих принять на попечение в свои семьи там большое очень название принять на попечение своей семьи лиц принять свои семьи лиц оставшихся без попечения и логика такая что это огромный охват в прошлом году это было 121 учреждение в этом году это уже 216 учреждения это не считая педагогических вузов на базе которых также развернуты вот такие консультативные службы и коллеги из ассоциации понимая важность тех вопросов это информация которая была у них они предложили вот такую инициативу которая была активно поддержана и это действительно такая трансляция деятельности которая происходит на федеральном масштабе потому что если 90 вот извините 87 регионов российской федерации в котором сейчас развернуты вот такие вот консультативные службы на базе различных учреждений то есть специалисты которые заходили к нам на обучение это были и специалисты работающие изначально в дошкольных образовательных учреждениях или в школах как коррекционных так и массовых но в то же время осуществляющих дополнительную такую консультативную нагрузку это были и представители некоммерческих организаций в рамках вот такого вот социально-государственного партнерства это все разворачивалось то есть мы видим что у этого проекта и вот такой формы работы огромный потенциал потому что это по сути такая вот добровольная интеграция в национальный проект которая расширяет его потенциал и поэтому да это действительно очень интересно это высоко мотивированные специалисты спасибо уважаемая Ольга Евгеньевна я готова вам предоставить слово и сейчас презентацию вашу включу да спасибо меня слышно но что-то камера у меня хулиганит но главное что слышен голос и видна презентация значит вот я как бы долго достаточно раздумывала как бы это все назвать мое мое сообщение да и вот решила назвать это таким образом то есть остановиться на некоторых узких местах нашей профессиональной деятельности и тех запросах и тех проблемах которые у нас чаще всего встречаются в рамках повышения квалификации как свидетельствует мой опыт и прежде всего а я хочу обратиться вновь к мониторингу о котором уже говорили на курсах может быть кто-то его слышал когда мы выясняли те образовательные запросы те образовательные потребности которые есть у специалистов работающих с нашими детьми с детьми с ОВЗ и вот вы видите что здесь был достаточно большой охват этих специалистов да и практически все регионы России и выяснилось что запросы у них достаточно разнообразные и далеко не всегда они удовлетворены ну это не прошлый год это немножечко пораньше поэтому здесь ОВЗ здесь в ГОСы хотя сейчас опять достаточно актуальна эта проблема у нас в ГОСов и федеральных образовательных программ адаптированных потому что они вновь у нас были приняты и утверждены уже не только министерством но и Минюстом это федеральная адаптированная основная программа начального общего образования для детей с ТНР и соответствующая программа основного общего образования для детей с ТНР соответственно именно эти программы являются основополагающими для логопедов которые работают в школьных учреждениях соответственно была принята и программа дошкольного образования так что у нас теперь есть достаточно широкий круг нормативных материалов которые определяют нашу деятельность да вот я хотела бы обратить внимание вот на этот правый кончик этой диаграммы где как раз и представлены заявки на повышение квалификации в области письменной речи вы видите их достаточно немного по сравнению с другими запросами почему-то и вот в этом плане конечно у нас выигрывают и общие вопросы ПМПК и дезортрия и аллалия и другие клинические формы по сравнению все-таки с письменной речью тем не менее поскольку это был достаточно большой объем работы много народу то мы выделили ту тематику которая интересует наш народ не удивляйтесь пожалуйста на самом деле это было более 500 человек от 60 тысяч это немного и вот формулировка тематики которая запрашивалась у нас причем от общих вопросов например просто было сформулировано дезортрия и дислексия и к более там конкретным вопросам методическим по работе с той или иной категорией детей вот сейчас и раз у нас интересует достаточно наших людей но правда тут очень много было запросов не касающихся логопедии касающейся методики например тоже смысловое чтение очень волнует людей как его формировать и мотивацию к чтению и методика обучения чтения различных категорий детей то есть вы видите что запрос очень разнообразный и с одной стороны как бы это такие общие вопросы на этом я остановлюсь с некоторым удивлением я это обнаружила когда можно просто открыть литературу почитать и с другой стороны это повышение квалификации это не первое образование и с другой стороны действительно это вот такие узкопрофессиональные вопросы которые не требуют курсов повышения квалификации а требуют небольшой консультации на 15-20 минут тем далее мы все-таки с вами переходим вот к этим узким местам и традиционно я не могу не упомянуть наших классиков потому что опять-таки очень часто в логопедической среде особенно около логопедической среде скажем так то есть люди которые начинают этим заниматься с удивлением они говорят что до них это ничего не было вот только сейчас и начали заниматься дислексии и дисграфии но вот здесь обозначенные те года никогда жили эти наши замечательные классики когда они написали фундаментальные труды посвященные разным формам нарушения чтения и письма в том числе создавая собственные классификации Алиса Ивановна Лалаева на самом деле писала гораздо раньше про нарушение чтения письма но классификация которую она нам предложила она была оформлена вот в 71 году и это люди которые у нас нас покинули и вот у нас живые наши классики за исключением Галины Васильевны Чиркиной которые тоже активно занимаются этой проблемой и могут предложить как подходы к диагностике так и подходы к коррекции этих нарушений в чем же состоит сложность вот казалось бы достаточно много народа у нас этим занимается а сложность состоит в том что у нас все-таки чтение и письмо это продукт высшей нервной деятельности и для того чтобы они функционировали для того чтобы их сформировать нужны достаточно высокий уровень сформированности различных психических процессов поэтому и если мы будем анализировать различные подходы к диагностике классификации нарушения чтения письма то мы выделим как минимум 4 подхода в рамках российской именно науки и практики скажем так и это подход прежде всего клинический в рамках этого подхода у нас функционирует международная классификация болезней десятого и вот сейчас начинает внедряться международная классификация болезни одиннадцатого пересмотра и это безусловно относится к сфере медицины к сфере медицины и если мы посмотрим с вами каким образом определяются нарушения чтения и письма по МКБ-10 потому что МКБ-11 еще не полностью внедрено оно будет внедряться в течение там нескольких лет МКБ-10 у нас по-моему 11 или 12 лет внедрялось то мы увидим, что это специфические расстройства о развитии учебных навыков и здесь рассматриваются два подвида нарушения специфическое расстройство чтения и специфическое расстройство спеллингования вот спеллингование на самом деле это калька с английского языка и она может рассматриваться различным образом то есть как процесс письма но если мы посмотрим все-таки с вами методику английского языка то окажется, что спеллингование это побуквенное воспроизведение графического образа слова и это действительно связано со спецификой английского языка потому что там правил очень мало функционируют там в основном все-таки исторически закрепленные формы написания поэтому их надо запоминать а не заучивать ряд морфологических правил таких как у нас и соответственно и в рамках вот этого подхода который никоим образом не касается логопеда как педагога рассматриваются различные способы лечения дисграфии и дислексии в том числе с помощью и различных стимуляторов другой подход это психологический подход то есть речь рассматривается как некий результат от сложения, непрямого сложения безусловно различных психических функций и здесь наверное ярким представителем у нас является Алексей Николаевич Корнев который как раз и занимается дислексией а не дисграфией в большей степени и он рассматривает дислексию достаточно узко а именно как невозможность обучения ребенка обычным методом слога слияния слога слияния дальше у нас есть там различные формы дислексии но истинной дислексией является именно это и отсюда от понимания вот именно такой как бы природы я говорю немножечко упрощенно у него существуют и методики обследования именно на слога слияния в большей степени и методики коррекции слоджи которая как раз и направлена на тренировку вот именно умения не только формирования слога слияния но и формирования вот этих образов слогов которые должны у ребенка уже формироваться на уходить с осознанного уровня на подсознательный уровень если можно так сказать следующий у нас подход это нейропсихологический подход по сути дела и здесь мы должны говорить прежде всего об Ахутиной Татьяне Васильевне и вот Априлевиченковой Ольге Александровне которая у нас тоже этот подход реализовала в своей работе и я надеюсь что продолжает это реализовывать и вот в основе этого подхода посмотрите здесь совсем другие основания это синдромы прежде всего это три синдрома которые выделяются вследствие недостаточности функционирования тех или иных областей у нас мозга и в соответствии с этими синдромами выделяются три группы детей и здесь должна быть и нейропсихологическая диагностика и соответственно нейропсихологическая коррекция которая прежде всего направлена на преодоление ослабления вот этих синдромов и последнее это логопедическое логопедический подход у нас сейчас сочетает достаточно большое количество подходов это видно в классификациях то есть там и педагогика и психолингвистика и психология и в рамках вот этого логопедического подхода у нас тоже есть определенная сложность то есть у нас есть существует две классификации это клиника педагогической классификации в рамках которой выделяется именно дискрофия и дислексия и здесь мы видим тоже подходы вот я объединила Михаила Ефимовича Хватцева и Раиса Ивановна Ла-Лаева потому что по сути дела классификация Раиса Ивановна Ла-Лаева это вот расширение продолжение классификации Хватцева на новом уровне с новым пониманием с добавлением но тем не менее это продолжение вот этой традиции и здесь у нас сочетается и подход лингвистический и психолингвистический и в то же время и анализаторный подход то есть это достаточно такая синтетическая классификация Ольга Алексеевна Токарева в рамках этого подхода у нас тоже работает но здесь как раз вот можно говорить условно что это такой анализаторный подход да, три формы акустическая, оптическая, моторная то есть в зависимости от того какой анализатор именно в речевом плане у нас работает неполноценно и Садовникова у нас извините, все время забываю Ирина Николаевна, по-моему Ирина Николаевна Ирина Николаевна, да а вот там другой совершенно тоже подход он смешанный то есть на основе выделения тех или иных ошибок мы видим и кинетическую оптическую и разные другие формы дислексии и дисграфии но вот что надо сказать об Ирина Николаевне то что у нее появляются очень интересные формы которые нужно дифференцировать с истинной скажем дисграфии и дислексии это эволюционная дисграфия и дислексия да, то есть это то что может быть похоже на эту дисграфию дислексии у детей с нормой речевого развития и вторая классификация это психолого-педагогическая классификация здесь у нас Роза Евгеньевна Левина ее создатель и здесь нету термина дислексии дисграфии здесь есть не нарушение или не сформированность процессов чтения письма обусловленных не сформированностью устной речи и вот самая большая сложность это вот пересечение как бы этих двух подходов классификации но их не надо путать потому что в любом случае опять-таки диагностика и коррекция они во многом будут зависеть от того какой методологический подход лежит в основе нашего понимания дисграфии и дислексии и вот это наверное одна из самых сложных один из самых сложных моментов которые мы наблюдаем в практике логопедов потому что очень часто логопеды начинают смешивать эти подходы да и начинают брать по капельке из одного по капельке из другого в результате в общем плохо понимая а какой смысл то вкладывается в те или иные методики в те или иные диагностические процедуры чего мы смотрим зачем мы смотрим и что мы из этого будем получать каким образом мы будем на это воздействовать ну вот здесь вот более подробно у нас представлены как раз эти подходы КБ-10 и подход Алексея Николаевича Корнева где он выделяет специфическую и не специфическую нарушение чтения и вот дислексия развития то же самое что эволюционная дислексия у Ирины Николаевны Садовников здесь очень много как бы с одной стороны пересечений а с другой стороны мы очень хорошо должны дифференцировать что же мы кладем в основание понимания дислексии дисграфии я не хочу сказать что вот да вот я там приверженница так извините я не перевернула я рассказываю афигадр то я забыла перевернуть ну давай поворачивайся не хочет у меня идти кадр нет у нас все переключается подсказать вам какой сейчас кадр сейчас проявление нарушения чтения письма нужен 14 сейчас 11 вы включили так нет я вам набрала мне нужен 10 мкб 10 специфические расстройства вырезка да 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 вот этот да вырезка из мкб и как раз вот она да и как раз вот этот подход классификации Алексея Николаевича Корнева да где он выделяет специфические и не специфические формы нарушения чтения у детей с различной формой патологии да и вы видите что здесь совершенно свой оригинальный подход и то что я начала говорить я не хочу утверждать что вот моя точка зрения скажем единственная правильная да или точка зрения там куда же мне там Роза Евгеньевна Левина и мы придерживаться будем ее и только ее совершенно нет имеет право различные подходы потому что в той или иной мере они доказали свою эффективность весь вопрос опять-таки насколько широко или насколько узко мы понимаем что такое дислексия дисграфия что такое нарушение чтения следующее пожалуйста и вот в связи с этим я уже боюсь переключать нет предыдущий одиннадцатый вот когда пробовали все было замечательно как дело до дела дошло так появилась у нас те или иные проблемы да и вот в связи с тем чтобы мы могли оказывать помощь широкому кругу детей да не замыкаясь в рамках того или иного узкого понимания дислексии дисграфии у нас как раз и используется термин нарушение чтения письма он используется не только в учебнике логопедии он у нас используется и в при определении образовательного маршрута ребенка то есть это официальное заключение пмпк которое опять-таки позволяет нам охватить детей с различной формой этиологии этих нарушений чтения письма потому что если мы с вами вспомним там предыдущие восьмидесятые шестидесятые годы и например работа логопункта при общеобразовательном учреждении где было написано что это в основном для детей имеющих несформированность или нарушение чтения письма обусловленную НЭР или ФФН именно эти методические рекомендации и были разработаны для этих логопунктов Татьяна Павловна Бессонова и Алла Васильевна Ястребова сейчас таких ограничений нет и у нас логопеды будут работать с различными формами дислексии дисграфии без оглядки на ту или иную классификацию поэтому для нас очень важно следующее пожалуйста очень важно понимание механизмов появления этих нарушений чтения письма а их может быть великое множество то есть это практически все высшие психические функции это касающиеся вербальной сферы в основном в меньшей степени в невербальной сфере и следующее чтобы не задерживаться долго и соответственно поскольку это единые механизмы то поскольку мы как правило имеем все-таки сочетанное нарушение чтения и письма у детей за редким исключением когда это например касается в основном процесса чтения способа чтения и понимания прочитанного хотя тем или иным образом это все-таки имеет определенные последствия определенные влияния и на письмо непосредственно следующее в логопедии мы основываемся на том что письменная речь это форма речевой деятельности она является объектом изучения логопедии что не исключает реализацию комплексного подхода что нам важно заниматься ранней коррекцией нарушений чтения и письма что такое ранняя коррекция для нарушений чтения и письма это постбукварный период потому что в добукварном и в букварном периоде мы не можем говорить о нарушениях чтения и письма но мы можем говорить о предупреждении нарушения чтение письма. Поэтому нам важно ранее выявление вот этих предикторов, признаков, которые свидетельствуют о том, что ребенок относится к группе риска не только по фактору речи, но и по фактору других процессов, которые вот у меня были перечислены выше. Это опять-таки требует комплексного подхода, комплексной диагностики с точки зрения психологии, нейропсихологии и логопедии для того, чтобы предупредить о нарушении чтения и письма. Следующий, пожалуйста. И вот теперь, значит, несколько слов, да, о чем уже не учат в ВУЗе на самом деле, с какими проблемами к нам приходят молодые специалисты и не только молодые специалисты. Вот это первое, о чем я говорила, это трудности ориентации в различных подходах к анализу нарушений письменной речи, к анализу того диагностического материала, который предлагается, и тех методик, тех технологий, которые направлены на профилактику и коррекцию тех или иных нарушений. Это, соответственно, недостаток знаний, недостаточность ориентации в этом материале не позволяет реализовать вот этот креативный подход, когда нужно компилировать те или иные технологии, потому что чистых форм мы практически не наблюдаем. У нас всегда есть несколько причин, вызывающих вот эти недостатки. И, соответственно, вот выбор этих методик, который должен быть у нас осознанным, осознанным, да, вот это очень важно. И в этом плане вот встречаешься с молодыми, иногда немолодыми логопедами, да, я думаю, что среди наших слушателей таких нет, которые работают по готовому методическому материалу. Открывают книжечку и начинают гнать этот материал. И вот их спрашиваю. Они, да, вот девочка тут ко мне как-то подходит, говорит, вот можно я заниматься, вот это упражнение можно дать этому ребенку или нельзя дать? Я спрашиваю, хорошо, а вот скажите, пожалуйста, а зачем вы даете это упражнение именно этому ребенку? Чего вы хотите добиться? Девочка-выпускница очень долго на меня смотрела, как-то неодобрительно, она чего-то не поняла из моего вопроса, да. Зачем, какой смысл использовать тот или иной подход, тот или иной методику именно к данному конкретному ребенку? Следующее, чему, к сожалению, не учат в нашем институте, и это, к сожалению, не набирается с опытом этой критическому отношению к предлагаемым инновационным подходам. Наши логопеды, как мышки, рады тащить в норку все, что они услышали, хорошо это или плохо. Вот услышали, а чего-нибудь новенькое такое, вот прям запрос на повышение квалификации. Отдайте нам чего-нибудь новенького. Чего новенького? Кому новенького? Зачем новенького? Вот это уже как-то волнует гораздо меньше. Главное, что это должно быть нечто неожиданное. Ну, там крутить какой-нибудь обруч вокруг ноги, массажировать левую икру, говорят, тоже очень хорошо, очень хорошо помогает, извините, у нас тут это самый переполох небольшой, стреляли, очень хорошо, говорят, помогает от дислексии, если на левой ноге массажировать икру. Да, это, например, диагностировать там дислексию по популярным линиям на руке. Ну, масса у нас много. И вот отсутствие понимания, что такое доказательная логопедия, она просто убивает на самом деле, да. Вот есть доказательная медицина. Вот если человек предлагает что-то новое, ты мне докажи, что это действительно хорошо. С цифрами в руках, ну, хоть проценты пусть будут. С сравнением. А когда мне говорят, что это хорошо, я, извините, просто не верю. А логопеды верят. Да мало того, что они верят, они еще деньги бешеные за это платят. Как аллалию преодолеть за три дня. И такие курсы, говорят, тоже есть. Использование методов несмежных наук и практик. Те же тейпы, которые клеят неизвестно куда, неизвестно зачем. Те же массажи, которыми массажируют. Начинается у нас всякая терапия, арт-терапия. Извините, вы педагоги или вы медики? Вы занимаетесь приемами. Некого рукодельничать. Какая терапия у нас здесь может быть? А у нас даже прищепка терапии тут недавно была. Куда они, правда, прищепляют, так не удалось узнать до конца. А распределение ролей между специалистами. А логопеды берут на себя все. И работа психолога, и работа нейропсихолога, при этом не имея достаточного профессионализма. Понимаете, это примерно так же, как вы к гинекологу пришли с больным зубом. Ну нельзя лечить все. Все-таки земские врачи – это хорошо, но должны быть у нас распределение ролей. И работа с родителями. К сожалению, у нас тоже никто не учит. Умение работать с методической литературой. Вот казалось бы, вот тут вот пишут в Фейсбуке, такое общение идет с большим специалистом, с хорошим специалистом. Я ей доверяю. Пишет человек. Вот мне попался ребенок с дисфонией. Как с ней работать? Вот я знаю про содику, а про дисфонию ничего не знаю. На что хочется сказать? Родная, у тебя учебник по логопедии сохранился? Открой учебник по логопедии, почитай. Там все написано. Только методическую литературу надо добирать с умом. И знаниями нормативно-правоводных основ деятельности. Это, конечно, наша беда, потому что логопеды в последнюю очередь читают нормативные документы, а если читают, то между срок. И, пожалуйста, дальше. Ну вот основной принцип – это деятельностный подход, поэтому надо выделять все-таки у нас причины ошибок, а не работать с отдельными ошибками. Следующее. Все умеют читать. Ну и зачем это нужно? И последнее, на что я хотела бы обратить ваше внимание – это список, небольшой список литературы, которым вы можете воспользоваться по данной тематике. Последнее, пожалуйста, Ольга Викторовна. Вот. Это и нормативно-правовые, опять-таки, документы Министерства образования, в которых вы найдете много для себя интересного, сколько с кем, как заниматься, чем заниматься. И, соответственно, вы можете найти определенные методические рекомендации. Конечно, я не могу не дать ссылку на сайт ассоциации, потому что там, я считаю, сейчас один из богатейших наборов материалов, посвященных данной проблеме. Опять-таки, надо понимать, что каждый специалист выступает со своей точкой зрения, и поэтому вот этот критический настрой не теряйте, пожалуйста, слушая всех, в том числе и меня. Спасибо большое. На этом я заканчиваю. Спасибо, Ольга Евгеньевна. Такой достаточно подробный обзор всего, что было сделано в логопедии. Описание, некий обзор той точки, в которой мы сейчас находимся, для того, чтобы себя примерить к тому опыту, который уже случился, уже был накоплен. Я бы, наверное, хотела напомнить, во-первых, слушателям, что вы можете писать вопросы в чате, а Ольга Евгеньевна сможет ответить, наверное, на эти вопросы в чате, потому что чат-то она точно видит. И во время моего небольшого доклада тут, возможно, и завяжется какая-то дискуссия. Я бы хотела немножко подытожить все, о чем сегодня было сказано. Да, мы имеем опыт повышения квалификации. Институт коррекционной педагогики, как, наверное, ни одна организация в нашей стране, имеет очень большой опыт и очень большой опыт общения с специалистами, которые находятся в регионах. Родительская ассоциация со своей стороны очень хорошо принимает и впитывает те боли, которые есть и у специалистов, и у родителей, которые сталкиваются с проблемами в обучении. Хотела бы, наверное, сказать о том, что если, в принципе, рассматривать проблему повышения квалификации специалистов и говорить о том, что нас беспокоит, чего нам не хватает в работе с детьми, родителям, чего не хватает в нас, в чем нуждается школа, то, видимо, о профессиональных компетенциях вне системного подхода к проблеме говорить вообще не получится. Я очень часто сталкиваюсь с тем, что люди ищут виноватого, да, то есть участники образовательных отношений, кем бы вы ни были, родителям, педагогам, логопедам, директорам школы, пытаются, видят недостатки системы, которые есть, и пытаются, ну, так сказать, передать вот эту вот вину, да, другим участникам этих образовательных отношений, да, ищут, где же то самое слабое звено, которое не дает нам делать так, чтобы наши дети учились хорошо, чтобы они учились в школе, которая бережет их здоровье, ну и так далее. Давайте попробуем на профессиональные компетенции взглянуть с системной точки зрения. Итак, у нас есть некий общественный запрос, то, что беспокоит семью, да, в отношении проблем в обучении. У нас есть проблемы педагогов, и у нас есть система в той точке, в которой мы с вами находимся сейчас. И если мы взглянем на это взаимодействие, то мы с вами поймем, что наши профессиональные компетенции зависят от отношения общества к ситуации, да, о том, насколько оно вообще осведомлено о том, что есть дизлексия и дисграфия у детей, насколько оно готово помогать бороться за свои права для того, чтобы эту помощь дети получали, насколько они компетентны в том, чтобы вовремя обратиться за помощью, и как они относятся к школе в принципе, да, ну, например, вдруг берутся обучать своих детей читать дома, да, педагог, и очень часто я слышала такие претензии, да, зачем вы учите ребенка читать дома, может быть, вы хотите, чтобы он был отличником, куда вы спешите, куда вы торопитесь. На самом деле проблема в другом, в отношении родителей, к той системе образования, которая сложилась на сегодняшний момент. есть недовольство системой, и есть ответ на вот то недовольство, которое сложилось в обществе. Если мы посмотрим на педагога, то его профкомпетенции находятся в прямой зависимости от статуса этой профессии, от востребованности специалистов на местах, от того, насколько им готовы платить зарплату в учреждениях, да, в которые они могли бы прийти работать, или, скажем, от того, насколько регион способен, семья, которая живет в этом регионе, способна, значит, платить за частные услуги, которые этот специалист может предоставить. То есть от востребованности профессии зависит уровень профессиональных компетенций. Ну и кроме того, вот качество обучения, да, и тот результат, который мы имеем, зависит от системы образования, вообще, в принципе, от всей той вертикали, которая выстроена, и от того, насколько у нас хороший стандарт, насколько это удачная программа, насколько это удачный учебник. Скажем, можем ли мы оценить результаты обучения ровно по этой, допустим, по этому учебно-методическому комплекту, по этому учебнику, или у нас нет такой информации. От регламента помощи. Как можно получить помощь? Насколько это долгая цепочка? Родитель скажет, да, я не хочу идти. И, собственно, специалист просто останется без зарплаты, потому что он, так сказать, с официальной точки зрения не нужен, не задействован, потому что нет обращения. Так что от того, как выстроена вся система, да, и какова, насколько доступна в ней помощь, насколько она удобна и эффективна, тоже зависят наши профессиональные компетенции. Ну, буквально, работаем мы в государственной организации или нет. Давайте вот некоторые из этих позиций разберем. Скажем, зависят профессиональные компетенции от того, как учили в ВУЗе. Безусловно. Изменились ли программы? То есть можно было бы сказать, да, программа настолько изменилась, что она некачественная, да, поэтому, наверное, у нас выпускники, которые не в состоянии справляться с теми запросами, которые предъявляет к ним общество. Ну, я как преподаватель ВУЗа, да, могу сказать, что за те, в общем, уже много лет, да, 25 лет, что прошло с момента моего окончания университета, да, и вот до этой точки, да, действительно, программы существенно изменились. Самое главное, что мы потеряли, это уменьшение произошло, количество часов на базовые дисциплины за счет дисциплин вариативных. Кажется, это хорошо, можно изучать какой-то курс очень подробно, но как обычно называются эти курсы, подготовка к школе, там, детей таких-то, таких-то, или особенности инклюзивного пространства для детей таких-то, таких-то. Это, как правило, курсы, внутри которых поднимаются достаточно общие проблемы. А вот, скажем, русского языка или методики преподавания русского языка теперь в ВУЗах практически нет. Вместо предмета русский язык, который 30 лет назад логопеды изучали в течение всего времени своего обучения, вот пять лет учились на специалитете, пять лет было русский язык, методика преподавания русского языка и специальная методика преподавания русского языка, как отдельная дисциплина, все пять лет мы ее изучали. И 30 лет назад в этом дипломе было написано «Учитель-логопед, учитель русского языка и литературы, хотите преодолеть нарушение письма и чтения у детей? Учите специалистов методики преподавания русского языка». Сейчас ее нет, несмотря на то, что количество часов такое. Но, с другой стороны, можно ли все списать на то, что изменилась программа, и она недостаточно хороша? Давайте посмотрим, а как система влияет на, скажем, качество подготовки выпускников в ВУЗа? А какого мы получаем абитуриента? Чисто гипотетически рассмотрим эту ситуацию. Если профессия не востребована, какой у нас абитуриент? Если нет социальных гарантий для того, чтобы человек получал стабильно достойную зарплату, если получение логопедической помощи существенно затруднено для родителей, то есть ее нужно добиваться, то есть ли резон для хорошего выпускника школы отправляться за профессией, которая не располагает достаточным количеством каких-то социальных гарантий и каких-то перспектив? Думаю, что нет. Ну и третий момент – это отсутствие практики в ВУЗах, потому что вся система, не могу сказать, что это как бы полное отсутствие практики, но сам механизм ее организации таков, что принимающая сторона, те люди, к которым мы приходим на практику, очень часто не заинтересованы, во всяком случае материально, в том, чтобы этой практикой руководить, чтобы ее организовывать, чтобы проводить ее качественно. Порой это люди, которые работают за спасибо от ВУЗа. Вот это тоже нужно понимать. Все это приводит к тому, что, не получив знаний, люди стараются двигаться внутри профессии экстенсивно. То есть если мы будем рассматривать речевые нарушения по клинической классификации, вот две большие группы посмотрим, произносительные расстройства и расстройства системные. Скажите, пожалуйста, как проще действовать, если ты не знаешь русского языка, если ты не знаешь, что такое методика преподавания русского языка, какой смысл в том, что ты прослушал курс психолингвистика, если тебе не читали русский. И вот в этом смысле люди стараются повышать свои профессиональные компетенции, работать в той области, которая не требует глубоких знаний в той сфере, в которой они недостаточно компетентны. А значит, мы будем изучать дислалию, дезортрию, тейпирование, всё остальное. Под лозунгом мы вам не репетиторы по русскому языку. Не превращайте логопедическую работу школьную в репетиторство по русскому языку. Я сейчас слышу не только от коллег эти лозунги, я слышу это от чиновников в сфере образования, и это очень печально, потому что возникает большой соблазн лишить школу специалистов, которые действительно умеют преподавать русский детям с речевыми нарушениями или с трудностями в обучении, если это связано с неречевыми проблемами. Но школьная логопедия – это спецметодика преподавания русского. И да, уважаемые логопеды, вы не репетиторы по русскому, вы логопеды, которые умеют преподавать русский язык детям с ограниченными возможностями здоровья. Если вдруг человек решает, что все-таки ему нужно, действительно нужно получить дополнительные профессиональные компетенции в области нарушения письма и чтения. Кстати, Ольга Евгеньевна, я бы хотела с вами поспорить по поводу того, что это невостребованная область. Вот вы показывали нам диаграмму, на самом деле там следует сложить. Нарушение письма и чтения, дизлексия и дисграфия. И вот эта область уже перерастет аллалию, то есть какие-то такие вещи, которые касаются тоже сложных расстройств. Потому что здесь мы как раз сталкиваемся с оценкой ребенка, и действительно есть потребность в том, чтобы в этом смысле расти. Просто это трудно для многих, потому что нет вот этих базовых компетенций. Допустим, человек захотел получить эти новые профессиональные компетенции. Куда он пойдет? Где он будет учиться? Это тоже вопрос, на который существенным образом влияет система. Он будет учиться за счет работодателя? Действительно, работодатель должен предоставлять... Должен предоставлять возможность для своего сотрудника получать повышение квалификации в течение там с определенной периодичностью. Но, как правило, экономя средства, какое повышение квалификации будет предоставлять работодатель, за что он готов заплатить, это большой вопрос. Насколько это точечное знание, знание, которое необходимо вот именно человеку для решения его проблемы, да? Может он ли влиять на выбор этого курса повышения квалификации? Далеко не всегда, надо это признать. Порой для вот бесплатного повышения квалификации нет выбора. Если же человек решает, что он будет это делать за свой счет, да, то здесь перед нами открываются достаточно большие возможности. Помимо Института коррекционной педагогики, Московского городского педагогического университета, помимо, в общем, все вузы достаточно старые, имеющие опыт в области подготовки кадров профессиональных, помимо этого существует и множество частных высших учебных заведений, которые предоставляют те же самые сертификаты о повышении квалификации, и человек может выбрать то, что ему нравится. Но есть еще огромное пространство, бурно развивающееся, и я боюсь, что... вернее, я не боюсь на самом деле, но я очень отчетливо понимаю, что вот это вот пространство постепенно вытеснит те предложения, которые есть у вузов. Это пространство неформального образования. Как бы мы ни называли, вот под одним большим зонтиком, объединяя все эти разные возможности, которые есть в сети, да, это и какие-то частные лекции и супервизии, которые посещают специалисты, оплачивая их за свой счет, без всяких повышений квалификации, без всяких сертификатов. И здесь выбор этого специалиста – это дело того же самого логопеда или психолога, который хочет получить вот эти дополнительные профессиональные компетенции, насколько он хорошо выбирает, а достаточно ли у него оснований для выбора, или он идет за каким-то лозунгом, красивой обложкой, обещанием, чего-либо, да. Это рынок, который развивается очень бурно, и мы все его участники. И здесь, так сказать, наши разговоры преподавателей по поводу того, что насколько экспертны эти лекторы, эти спикеры, те, у кого вы учитесь, да, обладают ли они достаточным уровнем знаний, да, весь наш скепсис по этому поводу – это ничто по сравнению с огромным океаном той информации, которая есть в сети, и она доступна. Кроме неформального образования даже вот в социальных сетях, да, есть еще, конечно же, возможности для самообразования, однако мы всегда ищем проводника, потому что нам тяжело, как вы правильно отметили, да, очень быстро получить нужную квинтэссенцию того, что тебе действительно потребуется в работе. Тебе нужен чей-то опыт, какие-то опоры, которые ты, на которые ты сможешь, так сказать, ориентироваться. Ну и здесь, опять же, влияние системного фактора. А некоторые скажут, а зачем учиться? Вот зачем учиться, если, например, сокращаются часы на логопедическую помощь? Если я оказываю логопомощь в школе, да, в течение, там, допустим, одного часа в неделю, как бы мы его ни считали, астрономические, академические, не имеет значения, то поделила на два, да, по полчаса, это все равно недостаточно для того, чтобы мне какие-то серьезные вещи с ребенком успеть сделать, для того, чтобы научиться писать по-русски без ошибок. Недостаточно, ну, я не знаю, каких-то там двух-двадцатиминутных занятий в неделю, это совершенно невозможно. Так что невостребованность специалистов и недостаточность логопомощи, а можно я осторожно скажу, что, кажется, количество логопедических часов логопомощи в федеральной программе сократилось до двух, вот невостребованность специалистов ведет к утрате компетенций. Если ты... Можно маленькую ремарку, можно маленькую ремарку. Значит, до двух часов на каждого ребенка, на одного ребенка два часа, а не на класс. Поэтому он должен... Как это меняет ситуацию, Ольга Евгеньевна? А? Как это меняет ситуацию? Ну, так всегда было у нас. Два часа, два-три раза в неделю... Положение о логопункте, да, положение о логопункте два-три раза в неделю первоклассники и три раза в неделю дети второй-четвертый класс. И я очень боюсь, что сейчас вот под, так сказать, этим... Под этими часами, да, вся эта ситуация, то, что зафиксировано в программе, да, будет понято как то, что два часа на ребенка, да, и это не три часа. По московским стандартам мы все очень хорошо знаем, москвичи, да, что у нас эти пять часов психолого-педагогической помощи распределялись три часа логопеда, два часа психолога по программе 5.1. Три часа логопеда и два часа логопеда. Это разные вещи. Вот если человек не нужен, он потеряет компетенции. Я извиняюсь, это определяется же минимум два часа, а там дальше идет пять часов коррекционной помощи, все что угодно, ради бога логопедии, что угодно. Но пять часов из неурочки, коррекционно-развивающие... Коррекционно-развивающие занятия – это занятия с педагогом, а не с логопедом. И если сказано логопедическое два часа, то вот мы посмотрим, как будет разворачиваться ситуация. Но я очень опасаюсь, что она свернет вот ровно в эту сторону. Так, я прошу прощения за небольшую дискуссию, которая тут разгорелась. Я тоже извиняюсь. Да, еще несколько моментов. Значит, это то, что, опять же, со стороны системы, других участников образовательного процесса влияет на наши компетенции профессиональные. Вот если родитель не осведомлен о том, что такое дизлексия, приведет ли он ребенка, обратится ли он за помощью. Если вся система устроена таким образом, что у нас помощь по обращаемости, тогда можно надеяться только на то, что человек, которого мы ждем, знает, что делать. Можем ли мы быть уверены, что он знает, что делать? Да, сейчас действительно больше информации в интернете, и действительно кажется осведомленность в обществе выше, потому что очень часто я слышу, и вот у вас это тоже прозвучало, я слышу, что часто говорят, что раньше ничего не знали о дизлексии, а теперь вот об этом стали говорить. И мы, профессионалы, возмущаемся, потому что, понятное дело, что Левина в 40-м году еще написала работу на эту тему, но это восприятие именно общества, и надо к этому так относиться. Вот они раньше не знали, сейчас стали знать. Это не мы, они. И то, что сейчас об этом больше говорят, это, конечно, очень хорошо, и это заслуга и общественных организаций, которые в этом смысле работают и двигаются вперед. Но выстраивать систему помощи детям в надежде на то, что один из участников этой системы знает, что делать, и обратиться к нам, это совершенно неправильно. Есть превалентность, ожидаемость проблемы. Мы должны быть готовы к тому, что нарушения письма и чтения будут. И мы, на самом деле, были к этому готовы всегда. И система логопомощи в медицинских организациях, поликлинические приемы, да, и скрининговые обследования логопедические были. Мы это потеряли. Сейчас, если родитель обратился к логопеду, то диагностическую консультацию в поликлинике ему окажут. Или он может обратиться в ГППЦ, но он должен прийти. В этом смысле, мне кажется, важно еще, как бы, специалистов, да, когда мы их готовим, когда мы повышаем их профессиональные компетенции, да, готовить к работе именно внутри этой системы, да, не воспринимать других участников как антагонистов. И то, что, допустим, в ВУЗе, ну, во всяком случае, вот у нас практически не читают, да, дисциплины, которые назывались бы там, допустим, профессиональная этика, да, как общаться с родителем, как сообщать свое мнение по поводу особенностей в развитии ребенка, как сделать это сообщение, ну, для родителя и понятным, да, и сделать так, чтобы принятие произошло этой проблемы, как сделать его своим соратникам и другом, да, вот для того, чтобы все же, да, это происходило, для того, чтобы вот эти вот отношения наладились, надо преодолевать то, что накапливается в нас и благодаря профессиональному выгоранию, и благодаря каким-то вот отсутствию профессиональных компетенций, да, в этой области, в области взаимоотношений внутри системы. Очень часто мы слышим, да, родители во всем виноваты, на крайности, либо они не занимаются, либо зачем они занимаются, они делают не так. Мы разные варианты от коллег слышим. Это, конечно, совершенно неправильная позиция, и надо учиться, учиться и этому тоже, работать вместе. Ну, и вот, сделав такой экскурс небольшой относительно тех болей и проблем, которые есть у нас, есть у нас, есть в школе, есть в семьях, я бы хотела еще раз вернуться к курсу, который прошел, и, может быть, скажем так, анонсировать, понадеяться на дальнейшее сотрудничество с Институтом коррекционной педагогики. У нас прошло в этом курсе три модуля, было три модуля, которые попытались, ну, так сказать, охватить проблему комплексно и глобально, да, несмотря на то, что курс был небольшой. Это, собственно, блок психолого-педагогический, да, который касался нарушений письма и чтения. Мы к логопедам пригласили нейропсихолога, и один из разработчиков программы – это Анастасия Антонина Александровна Романова, нейропсихолог, долгое время сотрудничавший с Ассоциацией родителей детей с дизлексией. И еще один, помимо меня, еще один преподаватель нашего вуза Виктория Евгеньевна Агаева, которая наверняка будет меня ругать за то, что я сказала по поводу этики профессиональной, потому что она как раз вот в курсе взаимодействия с семьей, и не только она одна, не только Виктория Евгеньевна. У нас довольно большой блок специалистов под руководством Оксаны Георгиевны Приходько, которые разрабатывали вот эту тему, это научное направление взаимодействия специалистов с семьей на разных этапах развития ребенка. И вот она прочитала тот кусочек, который касался консультирования семьи. Некоторые итоги краткие, да, опять же, себя похвалить, очень быстро, 200 специалистов обучили, это разные были специальности, 45 регионов от Ненецкого автономного округа до Калининграда, широкая очень география, и мы получили благодарные отзывы, и спасибо всем тем, кто поучаствовал в программе и с нами по взаимодействованию. Спасибо большое. Я надеюсь, что Ольга Евгеньевна на минуточку включится тоже. Я попробую, в любом случае, я с вами. Если не на экране, то, по крайней мере, физически, да. Ну, в общем, видео опять нет, что-то нас сегодня техника подводит. Если у меня, наверное, что-то надо было загрузиться. Если есть какие-то вопросы от нас, от вас к нам, да, вот в ленте, я пытаюсь сейчас просто промотать ленту. По поводу слабослышащих вопросов, давайте мы предложение такое, саккумулируем те вопросы, которые не имеют непосредственного отношения к области наших профессиональных компетенций. Я, кстати, отвечаю за всех. Ольга Евгеньевна, может быть, вы про слабослышащих что-то ответите. Или лучше адресовать это коллегам из ИКП, чтобы более квалифицированный был ответ на вашей площадке. Может быть, как вы считаете лучше сделать? Ну, у нас есть консультации, в том числе и очные, и заочные. Онлайн можно выйти на наш сайт, там есть ссылочка, как записаться к нам на консультацию. Есть бесплатные, есть платные. И тогда это будет тоже решаться более подробно. Но в любом случае надо добиваться официальных бумаг. Ну, тут пытались отвечать. Есть, конечно, какие-то другие ходы. Надо смотреть. Хорошо. Тогда социальные сети и официальные контакты ИКП РАО. Дальше тут пытались помочь. Посоветовать литературу начинающему школьному логопеду. Обязательно приходите в социальные сети ИКП, на курс повышения квалификации ИКП, на сайт ассоциации. На сайте ассоциации много подборок литературы по разным проблемам. Я думаю, что вы для себя что-то найдете, чтобы не тратить время. Школа работает по методике Ильконин-Давыдова. Последний год работает. Потом будет школа России и больше ничего. Так что можно, в принципе, как бы ориентироваться на это. Да, вроде бы все. Все. Как получить консультацию? Спасибо большое тогда за внимание. Я надеюсь, что мы еще увидимся и посотрудничаем. Спасибо. Спасибо. До свидания. Всего доброго. До свидания. До свидания.